Матильда 4 Сейчас находится в продаже в магазине Итак, ребятки Смотрим на Матильду Ее продают за 2000 золота С учетом того, что в дереве исследования Она в основном стоит по 2400 Если память мне не изменяет За 2000 вам предлагают Саму Матильду 7 дней према Легендарный камуфляж на нее Х5 10 раз, но исключительно Под Матильду 4 Есть скидка на покупку 5 уровня исследуемого Есть скидка на Исследование Исследуемой техники в дереве Развитие в размере 25% Ну, соответственно, слот в ангаре под эту машинку И вся дополнительная оборудка Под Матильду 4 И теперь возникает вопрос А стоит ли покупать машинку За 2000 золота Мне кажется, разработчики Немножечко дали маху Потому что выставили Матильду в тот же момент Когда сделали скидки вчера На покупку танков Исследуемых в ветке Да, то есть, ну, можно было вчера Купить эту Матильдочку за 1200 И, честно говоря, я это сделал Я сделал это не на своем основном аккаунте Поэтому перепрыгнем на дополнительный И там будем заценивать саму машинку Что же касается предложения за 2 косаря Но, смотрите, если 2 косаря Со всеми там дополнительными плюшками Это в любом случае выгоднее, чем 2400 Но единственное, что очень жалко Если вы не взяли эту машинку за 1200 Если бы вы хотели ее брать Если она вам понравится По результатам просмотра данного видео Ну, бедняк, конечно, немножко что не успели За 1200 взять Но, в целом, за 2 косаря Машинка Ну, не знаю Когда есть за 2400 без ничего Понятное дело, что за 2 гораздо интереснее предложение Итак, ребятки Перепрыгиваем на мой дополнительный аккаунт И будем заценивать непосредственно саму Матильду Итак, друзья мои Вот она, Матильдочка Которая стоит у меня в ангаре На другом из моих аккаунтов И давайте будем ее заценивать Я уже одел на нее камуфляжик Но я машинку брал голую Поэтому легендарного камуфляжа И всех плюшек, которые есть сейчас в предложении в магазине Мне не досталось Но, честно говоря, я об этом не жалею Потому что я сэкономил 800 голды Которые лучше потрачу на покупку какой-нибудь следующей машинки Короче говоря Давайте возвращаться к самой машине В первую очередь мы заценим орудие, как обычно Остальное будем заценивать в бою Немножечко поговорим еще о бронировании данной машины На пятый уровень На средний танк Нам дают 1500 единиц ДПМ Я считаю, что цифра для пятого уровня довольно неплохая Скорость перезарядки 6,4 Тоже очень приятная Что же касается бронепробиваемости 110 единиц Я считаю, что как для средника пятого уровня Тоже довольно-таки неплохо 160 единиц урона, как правило, встречается на шестом уровне у средних танков А не на пятом Поэтому я бы сказал, что это даже хорошо для пятого уровня Чем, ну, никак Углы склонения вниз вообще обалденные Минус 14 И в купе с тем, что у нее еще есть время сведения в неполных 3 секунды И довольно божеский разброс Я бы сказал, что пушка сама Ну, должна себя вести в бою, как имба Я, честно говоря, на Матильде еще ни разу не играл И сейчас это будет моя первая Ну и, соответственно, возможно, вторая катка На этой машинке Что же касается бронирования Вот ради интереса, перед тем, как обсудим броню Давайте посмотрим на одного товарища на пятом уровне Вот этот товарищ Средничок И вот у него бронирование башни 75 И корпуса 65 Боковые там смотреть не будем, да То есть 75-65 Возвращаемся к нашей Матильде И смотрим, что у нее У нее башня 81 А корпус 78 И бока у нее 81 И корма у нее 81 Я имею ввиду у башни То есть, короче говоря, как ты башню не поверни А в принципе у тебя только увеличивается твоя броня Из-за приведенки Которая будет, в случае, если будут бить не под углом 90 градусов А под каким-нибудь другим углом Корпус танка 78 При этом борта отстают всего лишь на 5 единиц 73, что редко встречается в игре И корма 57 Да, корма в принципе пробивается Вопросов нет Как бы, то есть, ну корма у всех пробивается Но бока, ребят И о чем говорим? А говорим мы о том, что вот стоишь ты вот так вот И в принципе у тебя Не очень хорошая броня В верхнем бронелисте вот здесь вот Вот это вот место И то, если смотреть на него как-нибудь вот так вот сверху Потому что, когда ты стоишь вот так То приведенка здесь составляет В районе 125-130 Единиц брони Я считаю, что это довольно круто Как бы ты не поворачивался вот так вот в бою Если у тебя будет угол То здесь у тебя приведенка становится еще больше Я даже в цифры вдаваться в подробности не буду Но вы просто сами себе представьте Если у вас вот так вот танчик бронирован так же, как вот так Да, то есть, ну получается, что ты когда становишься ромбом То по сути это должна быть вообще какая-то имба брони Да, безусловно, где-то бить будут Где-то какие-то зеленые месталы явно вылезут Но в целом танчик довольно неплохой И плюс еще углы склонения Короче говоря, от башни отыгрывать самое то А почему еще удобно отыгрывать от башни? Да все очень просто Дело в том, что вот если вы посмотрите То вот здесь вот Вот здесь вот Во всей вот этой туше Если не считать верхнего бронелиста И некоторых таких маленьких каких-то там вот полосочек То в целом ваша броня танцует от 78 до 81 единицы бронирования В прямой проекции То есть не в приведенке И вот эта вот кепка сверху Которую вроде бы, когда вы будете отыгрывать от башни Должны выцеливать Она, ребят, имеет тоже броню В 81 миллиметр Короче говоря, чисто теоретически Это должен быть такой себе монолит в игре Который заезжает и отдамаживает Но я бы сказал, что с очень довольно-таки Быстрой скоростью перезарядки Сейчас я единственное, что не поменял Поменяю так, как мне больше нравится Для того, чтобы было мне конкретно удобнее играть Как вы ставите себе это уже под ваш палец Итак, ребят, погнали в замес Посмотрим, что эта машинка сможет непосредственно в рандоме Как я уже сказал, ребят Это мои первые катки на этой машине До этого я машину не катал Приобрел я ее вчера И специально не заходил на ней в бои Для того, чтобы ее вам показать Ну, максимально честно Максимально открыто Как она играется Что она может И может ли она вообще хоть что-нибудь на пятом уровне Ну и, соответственно, с этого Мы сможем с вами Ну, прийти к какому-то общему знаменателю Стоит ли покупать данную машину пятого уровня За два косаря голды Сейчас по предложению Но, либо за две четыреста Если вы захотите купить ее Вне предложения В магазине Итак, ребят Давайте первое, что будем заценивать Будем заценивать подвижность Я бы сказал откровенно С учетом того, что сейчас Т-34 Шкода Т-25 Существенно, ну, преобладают Над нами по тому, насколько они вырвались вперед Я бы сказал, что машинка Это что-то среднее между тяжем И средним танком Все-таки, ребят, это не среднячок такой вот Обычный, стандартный Это все-таки машина бронированная И, ну, ребята, разработчики Мне кажется, грамотно и честно Сделали ей подвижность именно такую Потому что, если бы у нее была броня Та, которая на нее одета А не такая, как у Т-25 И при этом она еще и двигалась Как Т-25 Ну, тогда разницы между этими машинами Не было бы практически никакой И это было бы, ну, нечестно и несправедливо Теперь, что касается Вот Т-34 пытается выцеливать Не пробивает, ребят Согласитесь Броня отрабатывает довольно-таки неплохо Что касается того, насколько машинка хорошо мансит Маншит, ну, вот мансит Ребят, машина классная Вот просто супер Я реально даже больше доворачиваю Чем мне бы хотелось То есть, мне кажется, что я еще Находясь в прицеле Не настолько хорошо повернулся боком Оказывается, я уже развернулся практически на 90 градусов По скорострельности, ребят Вопросов у меня нет вообще никаких По углам склонения Вот смотрите, на горке сейчас находясь Угол склонения мне был, в принципе, достаточно Сейчас поеду Честно говоря, вот сейчас психану Поеду упарываться На Су-85 Может еще на кого-нибудь Ну, вот углы склонения, ребят Ну, мне нравится, слушайте Ну, я понимаю, что я тут с горки как-то свисаю, да, там Но даже вот так вот как-то То есть, ну, абсолютно нормально Абсолютно приятно Мне, честно говоря, ну, пока все нравится Может быть, единственное, чего не хватает Это не хватает все-таки скорости движения То есть, как для СТ-шки Хотелось бы, чтобы она как-то передвигалась Чутка бодрее, чутка быстрее Но, как я уже высказал свое предположение Ну, вот мы с ЧИТО встретились Сейчас посмотрим, что он будет делать Мне почему-то кажется, что нас он даже не будет пытаться отстреливать По одной простой причине Потому что просто бить нас некуда для него Ну, вот он пытается Пытается найти хоть что-то И, честно говоря, не находит Теперь смотрите Дали нам шот Дали нам вот в эту вот Стык между верхним бронелистом И пластиной, за которой сидит механик Ну, мне, вот, честно говоря Первый бой, который я отыграл Мне понравился Я сделал два фрага Я нанес 1388 единиц урона Что касается прибыльности машинки Мы получили 32 тысячи Я сейчас только посмотрю Нам медальку дали Да, нам дали медальку Поэтому 32 тысячи С учетом знака классности второй степени И мы заняли, ребят, первое место по урону Вообще не психуя Вообще не напрягаясь Ну, как бы, согласитесь С нормальным таким Может не сильно существенно Но все-таки с нормальным отрывом От всех остальных игроков Короче говоря, ребят Ну, мне первый бой Вот прям совсем понравился Забрасываемся сейчас во второй Ну и, соответственно, попытаемся Посмотреть, что во втором бою У нас с вами получится Вот сейчас интереснее, конечно, будет момент Дело в том, что в предыдущем бою Мы с вами были в топе Сейчас мы, как бы, ну Мы на первом месте с конца В нашей команде Короче говоря Сейчас посмотрим А что мы можем против машинок Которые выше по уровню Честно говоря Вот сейчас очень жалко Что нет тяжиков У противников Потому что я бы с удовольствием Сейчас поехал Даже на того же кваса На какого-нибудь Или на кого-нибудь подобного С Шестого уровня И посмотрел Что может Даже проиграл бы бой Но посмотрел бы Что данная машинка По бронированию Может Когда она Встречается С машинами Которые выше уровня Скорость сведения Ребят Очень приятная Скорость сведения Не заценивали Но согласитесь Она приятная Сейчас нас пробил Товарищ Пробил нас еще раз И мне честно говоря Становится интересно Куда он это делает Для того чтобы понимать Как эту машинку Отыгрывать в дальнейшем Все-таки Заценивать машинку В какой-то Программулинке В интернете И смотреть на Красные Желтые Там и какие-нибудь Еще места Это не совсем То же самое Что заценивать Машинку Непосредственно В бою Согласитесь Программулина Программулиной А живой враг Который вас Выцеливает В тот момент Когда вы Поворачиваетесь Это совсем другой Момент Жизни машины В бою Ребятки Сделал сейчас Два фрага При этом я Отхватывал Но заметьте Меня до сих пор Не вынесли Это уже хорошо Это уже приятно Альфа Классная Альфа Приятная Я Как бы То есть Ну Конечно же Желал бы Большего Но согласитесь Для пятого Уровня Для танчика Который Отнесен К средним Танкам Несмотря на Уровень Его бронирования Я бы сказал Что это Крайне Прикольная Альфа Вот сейчас Конечно мне Не повезло Но шхорн Дал мне Вбог В целом Это я Честно говоря Уже совсем Оборзел Думая Что я Бессмертный Надо было мне Откатиться Назад Немножечко Ну и соответственно Не подставляться Под ножхорна Согласен Ребят Лоханулся Я Пока у нас Заканчивается бой Давайте посмотрим С вами На нашу Тушу Куда нас Пробили Нас пробил Ножхорн Вбог Башни Я не знаю Честно говоря Ну мне кажется Что ножхорн Бил явно Не голдой Но в целом Как бы То есть Для ножхорна Окей Хорошо Это все таки ПТшка Прощаем Что он нас Убил Что касается Пробитий Вот пробивают Нас Я не знаю Как это правильно Называется Давайте назовем Это планкой За которой сидит Механик Если кто знает Правильное название Напишите в комментариях И пробили нас Вниз Под маску Орудия Да То есть Вниз маски Орудия Под Самим орудия Пробили нас Здесь в бочинку Это вот тот шот Про который я говорил Изначально В начале боя Что мне даже стало интересно Куда меня пробили Скорее всего Когда ты ромбуешь Но вот так То проекция есть Когда ты ромбуешь Находясь где нибудь Во впадине А враг на возвышении То скорее всего Броня немножечко теряется Но это мое предположение Я не уверен Короче говоря Ребят Давайте будем выпрыгивать Назад в ангар И заценивать машинку Уже в разрезе Стоит ли ее брать Обсудим сразу плюсы Обсудим сразу минусы Для начала 1500 единиц урона Два сделанных фрага Опять медаль Ко второй степени Поэтому серебруху Смотреть не будем И опять ребята Первое место По урону В команде С приблизительно Таким же отрывом Как и в предыдущем бою Согласитесь Результат По бою Довольно неплохой Два боя Две победы В районе 1500 единиц урона И ребят Можно было бы сделать Сейчас во втором бою Реально больше урона Если бы я просто Не уборолся Не вылез под ножхорна Сыграл бы как-то Более грамотно Ну не то чтобы Более грамотно Более сдержанно Я просто уже прям Совсем решил быковать Ну и соответственно Это привело К определенным последствиям Ребят Никому не рекомендую Быковать Лучше играйте Более спокойно Итак ребят Давайте говорить о плюсах Давайте говорить о минусах Минус Подвижность Минус Как показал бой С шестерками Не настолько имбовая броня Как хотелось бы Но в бою с пятерками Я бы сказал Что Нормальная броня Хорошо отбивает Если ты на своем уровне Если ты играешь С левелом повыше Соответственно Твои шансы по Сдерживанию врага Своей броней Но немножечко Поменьше Возможно даже Существенно поменьше Особенно если Галдишку будут включать Что касается Подвижности Заценили Вот по подвижности Я же говорю Скорость Машинки Меня Ну не то чтобы Смущает Она нормальная Она такая и должна быть С учетом ее уровня бронированности Как я сказал Но не хватает Все таки Вот максималочки Да То есть она все таки Не настолько быстро едет И ты ощущаешь себя Все таки не на среднем танке А как будто бы Едешь на тяжелом Что же касается Мансить вправо влево Ребят Крайне комфортно Вот поверьте на слово Когда я находился В прицеле И не видел тушу Своего танка Я реально Ловил себя на мысли О том что я Довернул машину Уже гораздо больше Чем мне бы хотелось То есть получается Что она Поворачивается на менсе Мансит Гораздо быстрее Чем ты на это рассчитываешь А это очень приятно Просто немножечко Надо привыкнуть Теперь возвращаемся К машине В отношении плюсов Скорость перезарядки Бомба Сведение Хорошее Скорость сведения Ну я имею ввиду Круг сведения Абсолютно нормальный То есть разброс нормальный Точность орудия Хорошая Углы склонения Не смог нормально Заценить в двух боях Но в принципе Ни разу мне не понадобилось А значит в принципе Играбельно Поэтому Ну тоже ставим плюсик Ну короче говоря Ребят Мое мнение такое Если вы любите Пофаниться В песке И если у вас есть Свободных Два косаря Голды Я бы вам рекомендовал Взять эту машинку Безусловно Это не имба Безусловно Это не нагиб Но это прикольная машинка Ради удовольствия Заехать И быстро пошотить То есть в принципе Если вы не гоняетесь Исключительно За восьмерками Девятками Десятками В виде премов И вас не сильно Интересует Конкретно фарм На машинке А интересует Купить машинку Ради фана Ради удовольствия Ради веселья Пускай даже в песке Ребят Но эта машинка Однозначно для вас А на данный момент У меня все Возвращайтесь на канал И да Ребят Вот здесь вот внизу В правом нижнем углу Есть желтый шильдик Наведите на него И в один клик Вы станете Постоянным зрителем Моего канала Оформите подписочку Данная подписка Вам абсолютно Ничего не стоит А я вам буду Безумно благодарен За вас Ну за ваш Огромный вклад В развитие моего канала В развитие моего начинания Спасибо вам большое Всех благ Мирового беспокойства Субтитры создавал DimaTorzok